Подростковый возраст не зря называют трудным. Нестабильный эмоциональный фон, градус гормонов порой зашкаливает и кажется понятней в силах никто. Не усложнять и без того сложный возраст. И призван социальный проект «Между нами девочками», который на днях объединил в стенах территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района десяток девушек разных, но с такими похожими ситуациями. Суть проекта заключается в том, что совместно с Организацией матери против наркотиков и территориальным центром возникла идея оказания помощи девушкам и подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, именно из школ Ленинского района, немножко пообщаться с друг с другом, раскрыть свой потенциал, стать уверенней, где-то решить какие-то трудные вопросы, которые они не могут выразить в другом любом месте. Впереди 12 тренинговых занятий, десятки психологических заданий, встречи со специалистами. И все это в неформальной дружеской обстановке, за чашкой чая и сладостями. Это довольно интересно, так как очень многие сейчас сидят в интернете, и в основном у всех отпущений идет исключительно в интернете. Недавно даже школьное здание у нас было, проект по английскому языку было, на зависимые ли вы это в интернете, и в основном у всех как раз таки было в вопросе, то, что да, зависим от интернета, там все мои друзья. В школе, когда собирается класс, проводятся занятия с психологом, как правило, девушки находятся в комфортной, привычной для себя обстановке. Все люди, которые их окружают, уже знакомы им, ну то есть класс. А именно то, что собрались девушки из разных школ Ленинского района, это помогает им познакомиться друг с другом, понять, что проблема, которая у них каждая, своя личная, она не является для них особенной. То есть таких девушек, как они, много. Социальный проект «Между нами девочками» – это комплексная воспитательная программа, направленная на развитие целостного восприятия своей личности. А если говорить простыми словами, это ряд встреч, благодаря которым девушки обретут гармонию и уверенность в себе.